Привет, друзья! Миран на связи, в эфире новый выпуск ММАнс. Сегодня будем говорить про августовские релизы. Это уже восьмое видео на канале Metal Music Madness за этот год, и по-моему в сумме это получается больше, чем было на канале за последние года три. Я надеюсь, вам такая регулярность не надоедает. Тем не менее, сегодня будет пара нововведений. Во-первых, я позволил себе в этот раз брать в список релизов не только полноформатные альбомы, но и эпишки, миньоны. А во-вторых, вот совсем в бета-тесте мы попробуем сегодня прикрутить к нашему обзору такую простенькую систему оценки релизов. Она не сказать, что прям обязательно нам с вами, потому как, ну, я, по-моему, максимально подробно стараюсь рассказать обо всех своих впечатлениях от услышанного. Тем не менее, возможно, она поможет непосредственно группам, героям наших выпусков как-то понять, о чем вообще речь, потому что мне, ну, лень делать субтитры ко всему тому, что я тут экспромтом наговариваю. А когда музыканты, которые не говорят по-русски, видят свою группу в обзоре, им, конечно же, хочется как-то понять, о чем вообще речь, и вдруг я тут ругаю их релизы как-то, они периодически спрашивают, а о чем ты там вообще говоришь. Мне приходится как-то понемногу переводить им, когда мы уже там где-то на фейсбуке общаемся. Ну, а такая система оценок, я предполагаю, как раз поможет им быстренько разобраться, в чем дело, понять, насколько этот релиз понравился нашему комьюнити, ну, и там забрать этот выпуск куда-нибудь себе на страничке, надеюсь. Ну, а начнем мы сегодняшний выпуск с шестого альбома шведов «Netherbird», который называется «РТ». «РТ». «Мне нужно Т». «Т». Да, обложка этого релиза помогает запомнить его название. «Netherbird» — это далеко не начинающая группа, да, это их шестой альбом, и все их релизы, ну, может, за исключением там самых первых, это, скажем так, не попытки экспериментально найти что-то свое, завоевать аудиторию, это вполне осознанные такие изменения, то есть вот они играют в симфо-мелодик black metal, и от альбома к альбому они некоторые свои составляющие так перемешивают, где-то позволяют одним нюансом занять главенствующую роль, где-то другим, но всегда они это делают на очень продуманном, весьма высоком уровне, и вот прям слышишь на каждом альбоме, что они точно знали, что они хотели донести до слушателя. Тем не менее, как-то так получается, что за все их время существования, за этот весьма такой внушительный, тем не менее, послужной список в части релизов, они хоть и не совсем underground сейчас, но тем не менее, достаточно нишевая группа. Но возникает вопрос, раз уж их релизы воспринимаются как очень утеренный, крепкий материал, почему же они все еще не смогли прям как-то так бомбануть и сильно взлететь? Спойлер, я не дам ответа на этот вопрос в этом обзоре. Тем не менее, как и любой другой релиз этой группы, АРТ выдвинул на передний план одну из сильных составляющих группы. Это мелодии и все, что связано со способом быть, скажем так, как приветливее к новым слушателям. Простые, понятные строения, отличный продакшн, злое, но тем не менее, весьма такое мягкое звучание для жанра. Это все еще металл, прям металл-металл. Но, на мой взгляд, новому слушателю именно с этого альбома будет достаточно легко выехать в их материал. Отмечу, что, на мой взгляд, наиболее классно удалось группе на этом релизе. Это эпичность звучания и, в частности, эпичные припевы, родившиеся за счет такого гимнообразного строения лирики, опять же, чуть-чуть смягченного звучания. Ты то и дело достаешь телефон или альтабаешься там в браузере, где ты это все слушаешь, чтобы посмотреть, что именно за песня, на какой минуте произвела на тебя это особенное впечатление, заставившее тебя замедлить все происходящее и все свои мысли сфокусировать на прослушиваемом материале. Я думаю, вы знаете эту ситуацию, когда вы начинаете прослушивать какой-то альбом, который, да, в целом хорош, но вот он начался, он завершился, и ты понимаешь, так, все, треков дальше не играет. А что я запомнил? У Незабет другая ситуация. Таких металлических хуков здесь достаточно. И по поводу системы оценки. Я пока что думаю использовать десятибальную систему, и в данном случае я бы дал этому релизу семь из десяти. Это высокая, это весьма высокая оценка, но все же стоит объясниться. Мне этот альбом показался таким, несколько дискретным. Он либо медленный, либо быстрый. Либо акустическая гитара, либо прям перегруз. Или спокойные моменты, или вокалист прям орет как не в себя. И это, с одной стороны, как раз таки является тем моментом, который позволяет легко впитать в себя этот релиз прямо на первом прослушивании. Он несложный, он органичный и очень предсказуемый. Но вот этой какой-то игры с динамикой, игры с разными средствами выражения мне здесь не хватает. Возможно, поэтому у Незер Бет до сих пор не было какого-то очень яркого такого взрыва и прироста подписчиков. А может быть, все-таки именно этот релиз за счет своих типичных припевов или вот этого френдли звучания может именно он позволит группе выйти на новый уровень. Пока что 7 из 10, но очень сильный, максимально качественный релиз, который я, тем не менее, без каких-либо оговорок советую. Ну а что будет с группой дальше, теперь мы уже все вместе будем следить. Субтитры сделал DimaTorzok Год назад атмосферик Black и всякие его родственные жанры были частым гостем в моем плейлисте и в паблике МММ, когда дело доходило до того, чтобы я постил эти релизы. А вот в 21-м, пока у нас происходит этот марафон ежемесячных выпусков, представители данного жанра были у нас достаточно редкими гостями. И вот сейчас я рад, что наконец-то предоставилась возможность принести вам кого-то из представителей этого жанра, одного из моих любимых, к слову. И это будет новый релиз канадского One Man Band, конечно же, One Man Band проекта Unrequited под названием Beautiful Ghosts. Вообще этот проект достаточно плодотворный и, возможно, вы помните, что один из его альбомов, Starswept to the Sea, обожаю этот релиз, был у нас как-то даже в выпуске МММ. И с тех пор Unrequited еще выходило несколько релизов. Ну, они как-то недостаточно меня цепанули. А вот Beautiful Ghosts прям хорошо зашел. Несмотря на то, что мне персонально от этого проекта хотелось бы слышать злой такой пост-блэк-метал, блэк-гейс. А Beautiful Ghosts это такой... Это зефир. Это очень мягкий пост-метал, блэк-гейс, атмосферик-блэк. Ну, вы поняли, все эти теги у многих исполнителей можно в одну такую кучу объединять. В общем, этот релиз, он такой клавишно-оркестрово-ориентированный. А перегруженные гитары и вокал здесь играют заполняющую роль. Причем вот именно у атмосферик-блэка бывает такая ситуация, когда вокал играет заполняющую роль. Вот буквально заполняющую. Потому как ты можешь слушать релиз, погружаться в эти мелодии, оркестровки, и вот в какой-то момент не заметить, что вокал вообще-то уже звучит. Я в такие моменты всегда вспоминаю свое знакомство с подобными исполнителями в жанре, когда я услышал трек Люстре. И вот секунд через 30 только после вступления в вокала, я понял, что этот шум — это вокал. У Unrequited, конечно, не такое упоротое сведение и звучание, как у Люстре. Тем не менее, роль оркестровок и клавиш здесь вот такая. Роль вокала — ну, как-то так. С гитарами тут примерно такая же история. Хотя, конечно же, есть такие важные моменты, например, на одноименном треке Beautiful Ghosts. Но гитарные партии построены таким образом, что их спокойно можно заменить на какие-то клавиши, синты. И вот эта вот характерность звучания перегруженной гитары здесь не используется в той мере, в которой мы привыкли, слушая другой металл, как, например, предыдущий релиз сегодняшний. И это, если что, неплохо. Это просто особенность такой музыки. Но, тем не менее, следствием такого подхода к сочинительству материала является то, что этот Atmospheric Black, Black Gaze релиз, он не про безысходность и тлен, а про такие душевные, грустные мелодии, светлую, печальную, обволакивающую атмосферу. В этом релизе чувствуется честность. Чувствуется, что автор очень старательно подошел к материалу, и ему удалось сделать этот крепкий, местами где-то может быть средний, но очень душевный релиз, которому я начислю 6 из 10, и будем знакомы, 6 из 10 — это весьма неплохая оценка, и за этими бездушными цифрами рейтинга скрывается действительно очень много красивого материала. Субтитры создавал DimaTorzok Переходим к третьему сегодняшнему релизу. Thierfink, Bangander и вот это уже очень серьезные ребята. Thierfink — это викинг метал, это мелодик Black из Швеции, проект, который появился в 95-м году. И сабжевый релиз — это восьмой альбом группы, и что здесь важно, первый релиз после восьмилетнего перерыва такого самого большого творческого хиатуса в истории коллектива. Вообще, Thierfink — это, конечно же, прям такие отцы. Если вы знаете этот коллектив, то что я тут нового могу вам рассказать? А если вы его не знаете, или если вы уже забыли про них за эти восемь безрелизных лет, то можно разобрать их новую работу в сравнении с первым сегодняшним релизом, потому как жанры весьма схожи. И вот помните, в начале выпуска я говорил, что есть группы, которые в своем поле делают хорошо, а есть те, которые хотят в плане материала куда-то вот выйти на следующий левел. И вот в Thierfink они вышли на следующий левел. Ну, в принципе, они изначально лут, они начали с этого левела. И вот все еще за эти 25, 26, сколько там лет, они очень успешно держатся на этом уровне и делают очень интересный металл. Ну вот, например, в отличие от первого сегодняшнего релиза на альбоме Vanagander и на любом другом альбоме Thierfink, вот этот рубильник между быстро, медленно, перегруз, акустика, он имеет огромное количество промежуточных положений. Они вот могут запустить какой-то медленный, качающий, такой основательный гитарный риф поверх скоростного бластбита. Сам звук гитар у них не просто Это Distortion Clean. Есть промежуточные варианты перегруза. В общем, они вроде тот же самый вот Viking Melodic Black, как и первый коллектив, но с очень обширным инструментарием. Тут симфоблэк элементы, в то же время такой максимально злобный, такой околошрайковый скрим. Есть Spoken Word, есть такие фолковые, Фентроли подобные, Прогрессии, куча всего. Вообще вот серьезно, они ветераны, они выпустили уже просто огромнейшее количество крутейшего материала. Ну вот перерыв в 8 лет, плюс все эти недавние события, когда нет концертов, нет привычного движа, тем более для группы, которая начинала в 90-х, для которых концерты, вот туры, вот это вот прямое, живое общение с публикой, оно максимально важно. Они слишком к этому привыкли, им куда сильнее, чем молодым коллективам перестроиться под современные реалии. Вот казалось, что после 8 лет со всеми этими нюансами Sairfing уже не вернутся такими же, какими они были раньше. А они вернулись. И вот даже такое ощущение есть, что они действительно старались немножко переформатировать свой материал. Не потому, что прошлый был как-то плох, а потому что, ну просто всем же хочется немножко чего-то нового, какого-то свежего дыхания в своих песнях. И им как-то это удалось. Здесь немножко поменяли, тут что-то модифицировали. И вроде все тот же Sairfing, и вроде как-то свежее даже. И вот поначалу я слушал этот альбом, и вот мне персонально показалось, что вот если бы там вокал остался такой же, как был на предпоследнем релизе, мне бы там нравилось больше. Но предпоследнем у них был еще более такой шрайк вот с эмоцией. Но вот как-то по завершению нескольких кругов прослушивания релиза у меня это ощущение пропало. Это просто немножко другой материал все тех же крутых шведов Sairfing. И вот сейчас дело подошло к нашему новшеству, к проставлению оценки релизу. И начинал я эту съемку с уверенностью, что тем не менее я поставлю 8 из 10 этому релизу. Но вот сейчас я пока это все дело говорил, и альбом у меня вот как-то так с другой эмоциональной стороны прокрутился в голове, я думаю, нет. Это все-таки тот альбом, которому я буду очень много возвращаться, который заставил меня переслушать все, что было у этой группы раньше. Поэтому ну 9 из 10 минимум. И вот все-таки отдельный респект музыкантам как раз за то, что они будучи в таком статусе ветеранов металла смогли максимально достойно пережить последние сложные полтора года и выкатили такой релиз, слушая который ты уверен, что они переживут и не такое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это Лорна Шор и их новый миньон And I Return to Nothingness И казалось бы, вроде и группа была у нас недавно Вроде и так все о них говорят на каждом углу И вроде я люблю больше полноформатные релизы Обозревать в наших выпусках Но я настолько много слушал этот миньон И я настолько усиленно стал следить за этой группой Ну, то есть они очень сильно повлияли на мое течение жизни На то, что я слушаю На то, что я рассказываю своим друзьям На то, какие видео я смотрю на ютубе Поэтому я просто не смог не отдать им дань И не включить их в наш сегодняшний выпуск Ну, давайте сейчас быстренько освежим в памяти В прошлый раз, когда мы говорили про Лорна Шор У них вышел альбом Immortal И вот в выпуске я рассказывал, что они тогда расстались после релиза с вокалистом Но так получилось, что группа без дела особо не сидела И вообще Лорна Шор и все задействованные мне музыканты Они производят впечатление очень заряженных на работу ребят Они постоянно что-то постят Там записывают, выпускают видосы всякие Плейфру, пишут материал И как результат После таких достаточно сложных событий с прошлым вокалистом Достаточно небольшой перерыв Перед новым релизом Никаким релизом Конечно, такие вот самые отъявленные фанаты группы И до этого релиза уже знали имя нового вокалиста Вилла Рамоса Потому как Лорна Шор играли некоторое количество концертов С ним, как с приглашенным музыкантом И только вот с этим миньоном В частности с синглом To The Hellfire Лорна Шор заявила Вилла Рамоса Как своего нового постоянного участника И как она заявила Я так сразу скажу, что весь миньон очень крутой Я его очень много слушал Клевые песни Совсем хорошим, что есть у Лорна Шор Совсем, ну, типа, плохим Или что некоторые считают плохим У Лорна Шор Это прям очень клевый релиз для этой группы Но дальше мы, наверное, будем разбирать все На примере вот этого сингла To The Hellfire Когда он вышел Вместе с клипом Я именно в этот момент узнал Что Уилла Рамос теперь их новый вокалист Я посмотрел это видео Я просто охренел От того, что делает Уилла Рамос на этом треке Я послушал этот трек без видео Я потом посмотрел опять видео Я потом скидывал всем своим знакомым И каждый раз, когда скидывал Опять смотрел этот клип Впечатление, которое производит новый вокалист Оно прям какое-то экстра Для меня, я не знаю, может быть Любители дедкора прям привыкли к такому Я нет Ну, да, конечно же, давайте проговорим это Помимо кучи разных клевых техник экстрим-вокала Которыми владеет Уилла Рамос Он еще может делать Ну, я не знаю Это прям реально Производит очень сильное впечатление Я, как вы понимаете, всякого там слушал Но вот такое Не знаю Я был поражен И даже когда я давал посмотреть это видео Людям, которые не то что дедкор металл Особо не слушают На них это производило вот такое же впечатление Как на меня Конечно, там многие ругают Лорна Шор За то, что у них Брейкдауны все очень похожие У них всегда гитара вместе с бочкой Играет одни и те же длительности Но именно поэтому Мне вот Лорна Шор кажутся интересными Они даже загнав себя в такие очень жесткие рамки Даже не то что длительности Они вот на сингле Hellfire Ну и на многих других своих треках Они играют брейкдауны на одной ноте На одном тритоне Тем не менее Это все еще так впечатляюще То есть для меня То, за что группу многие ругают Являются их сильной стороной И что еще такого важного для себя Я увидел в этой группе После релиза And I Return To Nothingness Я под сильным впечатлением От этой храп-машины Конечно же Ждал видео с живого выступления С этим брейкдауном И вот недавно они ездили в небольшой тур в США Где естественно С этого трека начинали свой сет И вот посмотрев Действительно большое количество Разных футажей С их живых выступлений И профессиональных И там видосов с телефона Стало понятно Что эффект его вокала Это не результат какого-то там Наслоения Как многие писали Типа живьем будет херня Потому что тут высокий скрим Низкий грол Все вместе Такой демонический эффект делает Нет, на лайве это без подложек Звучит не менее свирепо и брутально И почему же на лайве Группе и Вилл Рамосу в частности Удается добиться такого впечатления Да он просто Вот не ленивый На него смотришь И прям чувствуешь Что старается он Он прям Он всего себя вкладывает В свои парты Да, у него чувствуется Какой-то невероятный энтузиазм Невероятное желание Наваливать такого дэдкора Но вот он Ни капли Не ищет там Способов Как-то упростить себе работу На каждом лайве С каждого мобильника Который я смотрел Из этого их тура Он всегда выкладывается На 100 146 На все вообще Возможные проценты Это очень круто Да, действительно Часто попадаешься На музыкантов И вокалистов Которые классно звучат На студийках Но которые Очень лениво Ведут себя На лайве Как бы Типа Ну как-то так Отпеть И ладно Но этот чувак Не из таких Он прям Вкачивает Все, что у него есть И отдает это Публике И я вот не представляю Если такой эффект Получается При просмотре Встратого видео Со смартфона То что же Происходит У них на лайве Надеюсь я И вы Кому нравится Лорд на шор Или хотя бы Кто-то из нас Когда-то Это Узнает 9 из 10 Определенно И Очень надеюсь На десяточку С их Следующим Полновесом Как-то Посветлело Переходим К автопу И главному Автопному Августовскому Релизу Для меня Это новый альбом Dan Dirty Под названием Я мой Dan Dirty Кажется сейчас Ну наверное Не самый Популярный Исполнитель Но очень Очень крутой Но вы Возможно Неосознанно Слышали его Битмейкерскую работу На треке Rave On Little Big Или вероятно Вас Как и меня Пару лет назад Настигал его Трек Грустно 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 небольшой альбомчик, и все это очень-очень клевый материал. Но я ждал какого-то релиза, чтобы иметь возможность вот с первой попытки показать вам этот релиз, и чтобы он в себе содержал вот на мой взгляд весь этот творческий гений Дэн Дёрти. И вот сам живой альбом, на мой взгляд, это как раз-таки тот случай. Весь самый Иисусий саунд-дизайн собран в одном релизе. По жанровой музыкальной составляющей я бы, наверное, мог, тем не менее, сильно упростив, описать этот релиз как такой смесь пост-рока и драм-н-бейса. Но это прям реально сильно упростив, потому как огромное количество разных ответвлений гитарной, электронной музыки собрано в этом получасовом альбоме. Что касается текстов, ну я часто говорил, что при вот небольшом количестве прослушиваний, которое доступно мне при подготовке дежемесячных релизов, как-то углубиться в лирику не успеваешь, но по первым впечатлениям здесь она выдержана в духе Дэн Дёрти и как будто бы написано, как у него на стримах бывает, вот в режиме лайфлупинга. То есть смысловая составляющая на первых прослушиваниях как-то не то чтобы легко считывается, но вот аудиально голос здесь выполняет роль лучшего инструмента и в высшей степени органично дополняет саму музыку. И отдельно отмечу, что по-моему, впервые за все время Дэн Дёрти настолько сильно увлекся экспериментами с расщеплением вокала, что нам, как аудитории видеоблога Metal Music Madness, я думаю, придется очень сильно по вкусу. И мне сложно представить любой другой альбом, который бы за полчаса своего хронометража смог бы настолько аккуратно и вкусно задействовать настолько обильное разнообразие составляющих музыки. Дэн Дёрти в этом плане ну прям очень скилловый чувак. Альбом Я Мой это, наверное, самый уверенный 8 из 10. На мой взгляд, он всем хорош, разве что хочется еще больше Дэн Дёрти. Но как раз, я думаю, многим из нашей аудитории будет легко и приятно с этого альбома войти в его творчестве. А там уже ну столько гоноты, ну вот реально не счесть. Так что ждем его, концертов, слушаем пару сэмплов и едем дальше. Дыши водой и воздухоглотну Идем к дну отраженную Ну! Нам ворьем по стопе Рю-рю-рю-рю Везде в ротами Светлогрязный Грю-рю-рю Второй и последний на сегодня Автоп Тут уж точно не альбом, а именно Миньон, но тем не менее его появлению я был очень сильно рад. Возможно, вы помните один из древних первоапрельских выпусков Metal Music Madness, где я рассказывал про группу Барабанда. Я эту группу прям всем сердцем люблю, но уже на момент выхода того видео группа распалась. И вот их основатель и вокалист Алексей Иоффи так довольно вплотную вернулся к музыке, стал выпускать такие простенькие песни под гитару и вот сабжевый EP Вредные Привычки стал такой квинтэссенцией его творчества последнего времени. Тут не так много материала, но звучит он прям по-барабандовски, несмотря на то, что тут просто гитара и голос, ну и там немного перкуссии. Очень круто, что Алексей не растерял своего стиля, свойственные ему такие гармонические ходы, шутливые тексты и, конечно же, его вокал. Я очень-очень рад все это слышать. Надеюсь, кто-то из вас испытывает к его творчеству такие же теплые чувства или, может, вы помните его появление в том первоапрельском выпуске. Так что давайте набежим на все наши любимые стриминговые платформы и нагоним там для Джофера лайков, прослушиваний, подписок. Может быть, тогда он и треки барабанды туда выложит. Я этому был бы очень рад. Если отбросить как-то ностальгические настроения, хотя это практически невозможно, то миньон вредные привычки он такой пристрелочный. По крайней мере, хочется его таким слышать. Он очень хорош, но хочется, чтобы тайтл Джофер на этом не останавливался. Кажется, что за все это время этот внутренний запал творца у Алексея остался на том же очень высоком уровне, и он может выдавать такой офигенный, веселый, какой-то жизнеутверждающий материал. Хочется, чтобы слушатель, в частности, наша комьюнити, этот запал прочувствовала, и все мы услышали бы еще очень-очень много клевых песен Джофера. Ни басист, ни скрипач, ни звукач, ни удар, ни какач, только автор тире исполнитель. Отрастай, борода, и не беда, что седы бакенбарды. Гори, гори, звезда, новая старого доброго барда. Ну, а мы возвращаемся к металлу. И сейчас поговорим про один альбом, в большей степени из-за которого я решил разделить на два дня съемку сегодняшнего выпуска, так как мне потребовалось немного экстра времени, чтобы поближе познакомиться с этим релизом и понять, что уши меня не обманывают. Это новый релиз группы Between the Beauty and Me, он называется Colors 2 и к своему стыду это первый альбом группы, который я вот прям основательно так слушал. Почему так произошло? В основном потому, что я встречал упоминания этой группы вместе с теглайном Progressive Metalcore и поэтому я вот последние много лет вот даже не утруждал себя тем, чтобы их послушать. Вот как я услышал у них пару треков очень-очень много лет назад, так у меня в голове сформировалось какое-то ложное представление о них как о Progressive Metal Core наверное таком же как Textures Monuments Volumes Architects и прочие множественные числа существительных. Но сейчас, когда я прослушал их дискографию от последнего к первому альбому, я вот даже не знаю, как у меня такое впечатление вообще могло сформироваться. Between the Beauty and Me да, может быть, это можно охарактеризовать как Progressive Metal Core, но, ну нет, они прям, они звучат прям очень своеобразно, и вот все время их составляющая Progressive это был реально такой прог-метал каноничный в духе Dream Theater их лучших времен, но их актуальный релиз это вообще уже что-то сверх новое. Да, группа на протяжении последних нескольких полновесов как-то заигрывала с экспериментами и, можно сказать, все это шло к звучанию такого авангардного металла и вот этот релиз все, оно пришло. Все, я бы это уже тегировал как авангардный металл, а вы все прекрасно понимаете насколько мы здесь трепетно относимся к этому направлению. И вот когда я сказал, что мне потребовалось дополнительное время для прослушивания этого альбома, я имел в виду не то, что я там сомневался брать этот релиз в выпуск или не брать, нет, просто при первом прослушивании я реально не поверил своим ушам, что я нашел новый авангардно-метальный тайтл. Да-да-да, конечно, надо было найти сильно раньше, но имеем, что имеем. Сорян. И вот при каждом последующем прослушивании мне нравилось все больше и больше и что очень хочется отметить, релиз не то, чтобы не скучно слушать, его весело слушать. И вот это мне очень нравится в некоторых авангардных коллективах. Хотите барабанное соло в середине песни на две минуты с приглашенными барабанщиками, в том числе с Майком Портным? Окей. Под ковбел пожалуйста, мамба сколько угодно. Вот все здесь есть. И мне кажется, я бы мог взять еще несколько дней и слушать только новый альбом Between the Beauty and Me. Я бы еще что-то там нашел, о чем-то вам рассказывал, но давайте уже с этой точки мы пойдем с вами вместе. Альбом Colors 2 8 из 10 не меньше. Сейчас мы послушаем пару сэмплов, которые, ну как обычно, едва ли являются отражением всего материала этого релиза. Но я думаю, вы меня поняли. Этот альбом нужно слушать полностью и много раз. Очень много раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а мы дошли до предпоследнего сегодняшнего релиза и это альбом Wallflowers от украинцев Ginger. Это их пятый релиз. И с этими ребятами происходит уникальная ситуация, свойственная, ну можем сказать, единицам. Когда они анонсируют новый альбом, ты просто на 100% уверен, что ну конечно же это будет пушка. Просто иначе невозможно. Почему так происходит? Ну мне кажется, это как с Уиллом Рамосом. Это в высшей степени старание, отсутствие такой творческой лени. Они если взялись за дело, они прям делают без остатка на максимуме своих возможностей. И так можно говорить про группу, но с группой это возможно только если все музыканты соответствуют такому высказыванию. И весь квартет Джинджер, каждый из них точно соответствует. Наверное, не мне вам рассказывать, кто такие Джинджер, что они вообще играют, насколько они крутые, тем более, что их альбом King of Everything уже был как раз тоже в ммманс прошлого периода. Они просто как бульдозер, едут дальше, развивают все свои сильные стороны, которых у них что с композиционной стороны, что с инструментальной части, очень много вокал, гитара, бас, барабаны, вообще все, ведь реально все у них задрано настолько под небеса, это просто невероятно. Так что единственное, что я тут могу как-то разогнать от своей персональной впечатления. И вот у меня возникли мысли при прослушивании, что этот альбом он как-то немного сложнее предыдущих. Как будто вот так чуть-чуть ушла некоторая такая попсовость, которая позволяла при первом прослушивании не то чтобы там зацепить и отметить какие-то перепевы, хуки, а вот прям буквально их выучить. Например, на прошлом релизе макро из таких моментов можно отметить такой рага, буя, бриджа в песне Judgment and Punishment и я думаю даже по такому всратому описанию вы уже точно поняли про какой именно момент песни я говорю или начало и припев в Retrospection, которые не своим русским языком нам как-то всем запомнились, а именно такой понятной последовательностью аккордов, которая очень легко сразу въедалась в голову. И тем не менее, скорее всего в том моменте все равно используются какие-то обращения септаккордов с нонами, но все равно в рамках всей аккордовой сетки джинджера, если можно так сказать, этот момент он как-то просто воспринимался. Здесь на Wallflowers вроде есть такие моменты, но персонально мне они открылись прослушиванию к пятому. До этого все разы происходили так, что я слушал весь альбом, понимал, что это все очень круто, но как-то не до конца понятно. И я обязательно слушал его еще раз. И вот это на самом деле тоже очень клево. вроде как джинджер делают сложно и замороченно, но они все равно тебя ловят в свои прогрессивные сети, и ты вынужден слушать дальше, но музыка построена таким образом, в ней столько клевых и интересных моментов, что ты в любом случае что-то из этого расслушаешь, что-то из этого найдешь близким именно тебе. Ну и у джинджера персонально для меня есть один момент, который заставляет меня очень внимательно слушаться в партии. Это Владислав Ласевич, потрясающий барабанщик, король гост нот на малом барабане. Но ведь и все музыканты остальные имеют огромное количество своих персональных фишечек, и тут реально на любой вкус найдется все. Джинджер это в высшей степени профессионалы. 8 из 10 Wallflowers потрясающий августовский релиз. ПРОВИСТВЕНКИ Ну и последний релиз на сегодня. Седьмой альбом Lepros под названием Ophelion. Ну и, конечно же, вы опять знаете этих ребят. Мы неоднократно говорили про Lepros в Metal Music Madness. И лично я очень сильно люблю эту группу. И когда я только начинал слушать Lepros, у них было выпущено два, может, три альбома. Вот первые два релиза мне тогда прям нравились. Это был такой металл, всё клёво, прогрессивно. А третий релиз и вот последующие, которые шли, мне как-то стали нравиться меньше. Стало меньше металла, пошли какие-то такие композиционные эксперименты. Много таких не вкачивающих секций в песнях. Но я ещё не знал, к чему это всё идёт. Тогда, во времена примерно третьего альбома, у них произошёл какой-то переломный момент в материале. И они ушли в другом направлении. В направлении, в котором реально ещё никто из музыкантов, на мой взгляд, не ходил. И сейчас они продолжают туда идти, но они уже настолько далеко оторвались от всех, кто захочет повторить их путь. И они сейчас ярким светом светят оттуда издалека. И все мы понимаем, что это Lepros. Они одни такие. И они дошли, они нашли свой музыкальный Грааль. И вот альбом Офелион — это очень увесистое тому подтверждение. Ну то есть сейчас я, ну как вы поняли, уже поменял своё мнение относительно Lepros. Мне очень нравится то, что они делают. Но вот прошлый альбом Pitfalls мне казался более спокойным, более протяжным, более медитативным. Позапрошлый релиз, Малина, мне нравился больше, чем Pitfalls. Он был такой пободрее, поэнергичней. И вот Офелион для меня — это как бы Малина на максималках. Ну, потому что Lepros не стоят на месте. Они совершенствуют вот это вот своё уникальное видение полиритмии, полиметрии, вот всего самого клёвого и прогрессивного, что только можно придумать. Их скилл работать с динамикой, с ритмическими сетками — это вот, я не знаю, это что-то не из этого мира. Когда я слушаю этот альбом, меня не покидает ощущение, что они вот как-то на осязаемом уровне выходят из динамиков. Они не сидят где-то там в плеере. Они находятся здесь с тобой. Они закрывают тебе глаза как будто. И тебя, невидящего, начинают трогать в твоих самых эрогенных аудиальных зонах. И ты реально на физическом уровне чувствуешь эти касания, которые иногда мягкие, а иногда прям уколы иглами. Как они это делают, хрен знает. Ну, им удаётся работать с этим таким музыкальным напряжением. Эйнар Солберг, он прям завораживает. А в это время Баарт Коулстад. Если у Ласевича король госнот на снейре, то Коулстад, он просто король игры в хэт. Это прям, о-о-о. Мне кажется, 80% эффекта вот этих касаний здесь как раз происходит из-за Коулстада и его очень клёвые работы с динамикой хай-хэта. Это прям, это вышка. Безусловно, в нашей этой экспериментальной сегодняшней системе оценок, Офелион, это 9 из 10. И десятку я, наверное, не ставлю просто потому, что хочется ещё пожить с ощущением, что, ну, возможно, может быть что-то лучшее. А каково оно, это лучшее, ну, я вообще без понятия. Лепрос — это, ну, просто божественно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, ну, думаю, на сегодня с релизами мы закончили. Надеюсь, вас не утомил. Буду рад вашему фидбэку, чё по хронометражу, чё по нашей системе оценок. В общем, пишите всё мне в личку или в комментариях, как угодно. Всё найду, всё почитаю, всё приму к сведению. Ну, а я, как всегда, бесконечно благодарен всем вам, что провели это время со мной на канале Metal Music Madness. Спасибо, что смотрите, что поддерживаете наш движ, что советуете новые релизы в комментариях. Если какой-то альбом запомнился из сентябрьских, пишите его название в комментах, послушаю. Возможно, он появится в следующем выпуске M.M.A.N.S. Ну, а если вас интересует покупка мерча Metal Music Madness, типа вот этого Худи или там любых других наших футболок и прочего стафа, то залетайте на сайт MerchPoint. А если вам нужно поехавшее, но ламповое место для общения, то присоединяйтесь к нашему чату Metal Music Madness в Телеграме и подписывайтесь на нашего бота в ТГ. Все ссылки будут в описании. Бот, например, умеет рассылать все релизы, которые появляются у нас в паблике ВКонтакте, прямо вам в личку в Телеграме вместе со всеми ссылками на популярные стриминговые сервисы. Ну и всё, пожалуй, хорошего вам начала осени. Делитесь этим выпуском с друзьями. Я буду ждать нашей следующей встречи здесь, на канале Metal Music Madness. С вами был Миран. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok